Друзья, нам показали CGI ролик, ну, сами понимаете, ролик, просто уже специально сделанный, вот, без какого-то игрового процесса, Старфилд, вот, и объявили нам дату выхода уже, точно мы теперь знаем, что якобы хотят выпустить эту игру, она выйдет через примерно полтора года, понимаете, Старфилд, вот этот вот, на который очень много было надежд, у такой систем-сайл, я думаю, убили боем, что вот, вот он, наш новый какой-нибудь год, The Last of Us, это вот Старфилд, да, такая космическая вот сага будет, она всего лишь только она выйдет 11-го, 21-го месяца, 22-й год, представляете, вот, я считаю, что дата выхода Это не говорит нам ни о чем, это просто пук, пук в пустоту, пук в воду, понимаете, ну, да, ну, сами понимаете, полтора года до выхода игры Здорово, геймеры, наконец-то E3 завершилось, и мы можем полноценно сказать, у кого была самая лучшая презентация Xbox просто разорвал все, что было, теперь игровая индустрия делится на до и после презентации Xbox на E3, и я считаю, что это просто прекрасно Наконец-то Microsoft заняла действительно сильную позицию, благодаря которой люди начали думать о том, чтобы купить себе Xbox И это прекрасно, на рынке появился еще один сильный игрок И игры, которые они показали, были сногсшибательными Типа, блин, сразу Старфилд, потом Сталкер, мультиплеер Halo Infinite, который будет бесплатным И много-много чего еще Мы смотрели эту трансляцию на стриме, у меня было какое-то рекордное количество зрителей Это был настоящий праздник гейминга И, кстати, сегодня в 8 вечера по московскому времени они проведут еще одну презентацию На которой будут глубже уходить в игры, которые разрабатываются в Microsoft Так что в 7 вечера я подрубаю стрим, и в 8 вечера мы смотрим презентацию На фоне этого происходят какие-то странные вещи В группах ВКонтакте по PlayStation началась какая-то гражданская война Одни люди подумывают купить себе Xbox, а другие называют это чуть ли не предательством И в каждом посте скидывают скриншоты Речта и Кленка, показывая, насколько там классная графика И почему им не нужны игры, которые показали на презентации Xbox Я понимаю, что, возможно, Речта и Кленк это одна из лучших игр, которые когда-либо выходили Но, к сожалению, будучи эксклюзивом PlayStation, который вышел буквально недавно На его участь выпадает быть последней тростинкой, за которую держатся фанбой Sony, чтобы не упасть в холодную неприятную реальность Реальность того, что на данный момент в медиапространстве и сердцах геймеров доминирует Xbox Как вы видели в начале из отрезка прекраснейшего канала Вадим Иванов Игры Главная аргументация на данный момент это то, что все игры были показаны не настоящими Это были CGI трейлеры И даже если там показали настоящую дату релиза, это всё фейк, её точно отложат И вообще эти игры провалятся, потому что не выйдут на PlayStation Но давайте же послушаем, что будет дальше Полтора года до выхода игры и ставить какие-то планы для себя что-то накручивать Это просто такое ощущение, что у них эта игра ещё, ну максимум года полтора-два всего в разработке находится Наверное, так оно и было Вот именно им нужно было, вот у них, у Bethesda было очень плохое, скорее всего, финансовое положение Им нужно было своим потенциальным инвесторам, кто их купит, например, да Вот они уже, наверное, планировали продаться всё-таки Им нужно было просто показать JPEG какой-то новой игры, которую, вот смотрите, она у нас разрабатывает очень долго Вот, смотрите, вот у нас такая есть игра, понимаете Ну, сами понимаете, игру, на которую возложена огромная надежда сообщества Xbox, да, Starfield Вот эта вот такая космическая сага, это такой, якобы, если вы понимали, масс-эффект от Bethesda, понимаете Ну, все мы знаем в любом случае, что Bethesda это, ну, как-никак, не лакомшитов Хотя в последнее время вот у неё очень были большие проблемы с играми Но всё-таки вот полтора года нам осталось, судя по трейлеру И то это не окончательная дата выхода, а, как мы знаем, вот это вот сегодня написали 11-22-го Это можно взять, скрутить и сраку себе потереть, понимаете Так что я думаю, там вопли такие вот, били бои от радости, радовались, но я думаю, ну, не стоит Хотя, ну, это печально, полтора года Полтора года, получается, что, ну, полтора года, может, игра в разработке находится Они даже не показали ни одного, ни кипплейного трейлера Не вообще, как выглядит, ни ролик, а даже на движке игры Что они там показали CGI-ролик, его можно сделать какой хочешь Какого хочешь качества Ну, показали, я не знаю, там, наверное, показали вначале какой-то автомат, где женщина ложит Скорее всего, это будет какая-то космическая с оружием, понимаете, вот именно Не, ну, слушайте, давайте отдадим без SD Microsoft'у должное Фанаты Sony это последние люди, которые должны говорить о том, что какую-то игру недостаточно показали Потому что этим же людям хватило для радости просто название God of War на экране с 2021 внизу И в итоге она даже не выйдет в этом году Xbox'у не нужно было лишних слов Они показали трейлер и показали дату релиза Причем 11-11-22 это довольно красиво Возможно, сейчас люди, которые это помнят, являются настоящими алдами Но 11-11-11 вышел Skyrim И если они выбрали 11-11-22 для выхода Starfield'а То это довольно значимая дата И я сомневаюсь, что они решатся ее передвигать И я понимаю, что можно спекулировать насчет того, сколько времени разрабатывалась эта игра Но мы ничего не знаем об этом Все, что нам остается делать, это просто доверять Филу Спенсеру и Тодду Говарду Со вторым это будет довольно сложно Но мне кажется, что все пройдет нормально Посмотрим, посмотрим, я не знаю Starfield, который показали на презентации Xbox Который якобы в день релиза они обещают, что он Когда релизится, неизвестно, когда, еще раз повторюсь Что он будет в Xbox Game Pass Не говорит нам ни о чем, это просто мимо, реально Я хочу вам, друзья Мне очень было интересно смотреть эту презентацию Потому что от этой презентации зависело вообще Мне хочется очень сильно такой крутой, равной борьбы между Microsoft и Sony И я очень прямо кулачки сжал И хотел, чтобы Xbox так стрельнул, что мама, не горюй Чтобы компании Sony пришлось потом отвечать Окей, вот с этого момента начинается ментальная гимнастика Он говорит, что Starfield неизвестно, когда выйдет Но ведь они же показали точную дату релиза Он говорит, что неизвестно будет ли она в геймпассе Но все эксклюзивы Microsoft 100% будут на релизе в геймпассе Игру показали за полтора года до релиза Блин, действительно, это довольно долго ждать Но если уж ты привел пример The Last of Us 3 Давай ненадолго отправимся в прошлое И вспомним, что Last of Us 2 анонсировали в 2016 году И вышла она в 2020 Мне кажется, что 4 года это намного больше, чем полтора Анонсировать игру, которая выйдет в следующем году, это вполне нормально Но вы уже видите, какие микро-нано-маневры пытаются исполнять эти люди Чтобы как-то преуменьшить победу Xbox Неизвестно, когда выйдет Неизвестно, будет ли в геймпассе Когда все было сказано прямо на презентации Я понимаю, сложно поверить в настолько выгодные предложения Или это просто попытка фанбоя Sony смириться со всем происходящим Кстати, после презентации мы с пацанами пошли играть в Halo 3 И это было шикарно Я подумал, что было бы неплохо собираться со зрителями в разных играх Как же нам повезло, что спонсором этого видео является новый GTA RP сервер под названием Cash Hunt На сервере используется полностью уникальная модификация Которую легко освоить и играть в свое удовольствие Куча разных профессий, развитие своего бизнеса и интересные миссии Теперь ты можешь зарабатывать, играя в любимую игру Машины прямиком из реальной жизни, с реалистичными характеристиками Брендовый шмот и многое другое ждут тебя только на сервере Cash Hunt Я буду проводить серию стримов на Твиче, играя на этом сервере, так что присоединяйтесь При создании персонажа используйте мой код DeadP Ссылки на всю информацию по серверу, а также на мой Твич в описании А теперь продолжаем Это не игровой процесс, как он будет, как он есть, понимаете Потому что, во-первых, нам показали, вот это все, начало презентации, стрельба Первый вопрос, что противники не стреливаются совсем, раз, да Враг, вот, то есть, вот наш персонаж ни разу не получил урон Потом, персонаж стреляет по ним, никто, якобы они стреляют, но никто попасть не может И нету никакого ответа, ну, тупорылые болванчики Искусственный интеллект, как в трейлере в этом показали, в игровом процессе нету никакого Да, якобы, графику показали красивую, я считаю Но потом, как вышло, уже сразу же открылся после презентации предзаказ Вышли системные требования И с такими системными требованиями, что они показали Уровень такого качества, который они показали, якобы Там, ну, чтобы понимали, растительность, трава и качество текстур Ну, там, ну, мама, не горюй, мое почтение Это уровень минимум Там тогда должна была минимальная какая-нибудь, я не знаю, 2080 быть Понимаете? А там, якобы, чуть ли не для комфортной игры, достаточно 1080 Ну да, конечно, 1080 это довольно слабая видеокарта Как она сможет потянуть сталкера? На самом деле, там абсолютно обратная ситуация В рекомендованных требованиях для Сталкер 2 указано 1080 Ti Это буквально практически лучшая видеокарта 10-го поколения Сейчас она стоит бешеных денег Это до сих пор очень мощное и недоступное для многих железо Я понимаю, что наш дорогой друг Иванов не очень разбирается в железе ПК Потому что требования Сталкера очень высокие И тут, возможно, один из двух вариантов Либо Григорович очень плохо оптимизировал игру Либо нас ждет второе пришествие Крайзиса из 2007 года И эту игру будут использовать как бенчмарк в течение долгих лет Потому что даже в минимальных настройках указано 1060 на 6 гигабайт Которая для многих является просто несбыточной мечтой Я не думал, что настанет день, когда я увижу 1060 на 6 гигабайт в минимальных настройках Это что-то немыслимое для меня 1060 это видеокарта, которая в моем понимании должна тянуть все что угодно Хотя бы на средних в 1080p до сих пор Но видеть эту видеокарту в минимальных требованиях это очень больно Пресс F за 1060 Ты была прекрасной видеокартой Ну, сами понимаете И видно, что сразу на чем разработчики споткнулись Это то, что, ну, сразу было понятно, что это пререндерный ролик Что это пиздеж Чтобы вы понимали, пререндерный ролик это уже специальный ролик, который был сделан для презентации Вот, может быть как-то Ну, это больше тоже как на CGI ролик был похож Потому что там все плавные анимации, когда он этот артефакт поднимает, понимаете Вот он идет, вот игровой процесс, он идет с автоматом Резко раз, там артефакт вываливается, катится И он раз, и как в заставке он берет, его поднимает спокойно И все, игра даже немножко не отрывается Но это запредельно Ну, это не та компания, которая будет Вот, прямо такие плавные анимации, которые перетекают Понимаешь, это ролик? Я еще раз говорю, билибой, закатайте Я пальчик вот такой держал, чтобы это было все круто Мне самому интересно посмотреть на этот Было сталкер, потому что, ну, как-никак Мне, мне нравился он Ну, все такие там Держите меня семер, сломил молчнину Ну, это пиздеж чистой воды, понимаете Там тоже, практически, да нету той правды, что вы там показали Вот, наверное, такую картинку нарисовали Это просто, это был просто CGI ролик Понимаете, вот это вот Прикольно показали, там начиналась, короче, трансляция Когда чуваки сидели у костра, разговаривали Во-первых, очень дубовые анимации У лиц, понимаешь, сидят, как голбоеба, блядь Вот, четыре, раз, два, три, четыре, вот и пятый, да Я, как бы, пришел там в зону, руки у него в крови, вот И немножко их разговор, вот, как построен Ну, немножко как-то упоротый Он сидит, руками махает, как марионетки, понимаешь Смотря на это, а потом смотрит, что они якобы покажут, что в игре Так, извини меня, вы, вот, якобы, в заскриптованной сцене Когда персонажами общаете Анимация всратая, все всратая А в игре прямо такой, так, если бешевный Ты бежешь, идешь, он прямо такой анимации суперская Он поднимает, там, что-то Друзья, это, опять же, это пиздец чистой воды Но мы очень это ждем В день релиза, в 22-й год, опять же, показали В Сталке, в 22-й год, ну, блядь Ну, сраку опять потерейте своим 22-м годом А что люди будут, иксбоксеры, во что будут играть в этом году? Вот, опять я смотрю, блин, 22-й год, ну Но ведь она же выходит буквально в начале 22-го года Это апрель И люди с иксбокса в это время смогут поиграть в Forza Horizon и Halo Infinite И еще в кучу игр, которые выходят в геймпассе И мне кажется, что время пролетит намного быстрее, чем мы думаем Особенно учитывая, сколько хороших шутеров выходит в конце этого года Halo Infinite, Battlefield 2042 Я думаю, что нам будет во что поиграть до Сталкера И да, я знаю, что в этом трейлере, скорее всего, использовался CGI Но это вполне нормально Разработка еще идет, и многие моменты дорабатываются Но разработчики хотят показать, как игра будет выглядеть на релизе Во что мы будем играть, когда игра будет готова Какие-то моменты могут отличаться Но говорить, что это будет провал, или что игра будет забагованной На данный момент это просто пустые рассуждения И мне кажется, что даже если Сталкер 2 выйдет с кучей багов Все все равно будут в него играть Ведь это создает атмосферу того самого Сталкера Такие вот дела В геймпассе будет, хоть уже что-то радует Что якобы в день выхода он будет бесплатным в Xbox геймпассе Ну и также, как я понял, это временный эксклюзив Скорее всего, месяца три он будет эксклюзивом Xbox А потом он все выйдет, вылетит на все возможные и невозможные платформы Также он появится на PlayStation 5 Появится тригра Так что опять же, к сожалению, начало такой мух Но, блядь, приходится закатывать опять все губки билибоем Потому что, ну, что есть, то есть Ну, это вранье Вот, друзья Еще, друзья, чуть не забыл упомянуть Вот, как только после презентации, получается, Сталкер 2 Открылся предзаказ И, как мы видим, все за предзаказ там игры Там будет три издания игры И все мы получим там какой-то бесплатный скинчик для оружия, того-сего Для мультиплеера и так далее Ну вот, и такие подозрения Главное, чтобы эта игра не получилась какой-нибудь мультиплеерным Ну, сессионным, я не знаю, шутоном Такой вот Чтобы это не получилось, много пользовательская какая-то драчиня Так что тоже очень много вопросов остается Будет ли эта игра полновесным таким сюжетным приключением Или там же будет вот такая вот, понимаете, везде Да, действительно, Сталкер 2 будет временным эксклюзивом Насколько я помню, по каким-то слитым документам Стало известно, что эта эксклюзивность продлится три месяца Но это абсолютно не значит, что спустя три месяца Эта игра внезапно выйдет на PlayStation 5 Разработчики сами в интервью сказали, что у них пока нет планов Потому что бы выпустить игру для PlayStation 5 Так что закатывать губы пока что довольно рано Но я понимаю, что это один из немногих способов для Sony боев Чтобы совладать с тем, что Сталкер 2 не выйдет на PlayStation 5 в ближайшее время Дескать, спасибо владельцам Xbox за бета-тест Ой, спустя три месяца поиграем Да и вообще, из-за того, что в игре будет мультиплеер Это будет донатная помойка Не то, чтобы в первых Сталкерах тоже был мультиплеер Если это выходит на Xbox, значит с игрой что-то будет не так Ведь всё-таки это не уровень качества эксклюзива в PlayStation Как же им сложно справиться с этим чувством, что они не смогут во что-то поиграть Сколько же оправданий они находят Ну и да, Шерлок, если игра всё-таки выйдет на PlayStation 5 То её владельцам придётся покупать игру за полную цену В то время как человек на Xbox просто сможет оформить Xbox Game Pass Так что люди с Xbox выигрывают в любом случае Ну друзья, а потом нам показали Боже мой, для чего вообще я начал смотреть эту презентацию Я ждал Hello Infinite, друзья Это более, мне более, среди всей презентации Меня интересовала именно эта игра Потому что на прошлой презентации они обосрались конкретно У людей было очень много вопросов вообще к игровому процессу, к графике игре И вообще, эта игра, которая якобы систем селлер Который должен был продавать, продавать приставки от Microsoft Вот, они взяли целый год на доработку этой игры Сказали, мы всё исправим, всё будет у нас круто Всё, и нам, и я ждал, покажите мне игровой процесс Продайте мне эту игру, заставьте меня купить хотя бы Xbox через X С, то есть, вот, ну, уже мелкую вот эту вот пиздючку Ради этой игры, понимаете, это Hello, это Infinite Это прямо такой мастодонт, вот, как и гири у компании Microsoft Вот, и нам, блядь, нихрена не показали Нам не показали игрового процесса, именно сюжетки, да Не показали, что мы увидели, графика какая Вы думаете, там графика изменилась? Какая-то она крутая, чтоб челюсть у тебя отвисла Да, блядь, Ричард и Кланг, сквозь миры, в который я сейчас играю на PlayStation 5 Да, блядь, пол, поэтому Мистер Чиф убьёт Графика, говно, убожество, понимаете Графика настолько, тем более, там ещё Не игровой процесс нам показывали, а показывали Игру, которая, и надпись была На движке игры, на движке Игровой процесс немножко разные вещи Это приближено к тому, что мы можем увидеть Но это не обозначает, что именно так она будет, почему они Крейга не показали, блядь, я ждал, чтоб они мне показали Эту ёбаную розу Крейга Почему нет, мы сделали вот отсылку Крейгу Мельком показали бы, но сделали бы его Высокодетализированным, крутым, прямо полигоналистым Таким, блядь, чтобы потом уже кому надо Вот эти блогеры, чтобы они, блядь, на паузу ставили А тут Крейг, прямо, блядь, каждая волосинка, с его носа вылазит Красивая, понимаете Забавно, что спустя такое долгое время Кто-то ещё помнит мем с Крейгом Но тем не менее, было бы забавно, если бы его действительно показали Проблема с аргументацией в данном случае Состоит в том, что Microsoft изначально сказали Что у них будет показ мультиплеера Но перед этим они показали катсцену из игры И пролетели над миром игры Чтобы показать, насколько сильно изменилась Визуальная составляющая И действительно, если сравнивать с геймплеем 2020 года То всё стало намного лучше Можно посмотреть только на модель мастера Чифа Или на то, насколько хорошее освещение в открытом мире Но мне кажется, что Halo Infinite Это просто очень удобный козёл отпущения Для всех, кто хейтит Xbox Как бы разработчики не улучшили графику Этим людям просто всегда будет мало И конечно же нужно сравнить её с Рэчетом и Кленком Хотя есть одно большое отличие В то время как Рэчет и Кленк Это эксклюзивная игра для PlayStation 5 Которая использует всё железо консоли Halo Infinite это игра, которая также выйдет на Xbox One И благодаря этому железо Xbox Series X Оставляет огромное количество места Для того, чтобы в этой игре было 120 FPS При этом поддерживая высокое разрешение 120 FPS на консоли Я понимаю, что эти люди привыкли к играм, которые выглядят очень красиво Но идут в 30 FPS Но я выберу неплохую графику и 120 FPS в любой день недели Потому что для шутера, особенно мультиплеерного В моём понимании 120 FPS должно быть стандартным в 2021 году 60 FPS это классно в сюжетных играх И в Halo Infinite в сюжете будет 4К 60 FPS Но пересев на 144 Гц монитор Я не могу себе представить мультиплеер ниже чем 120 FPS И даже Xbox Series S сможет тянуть эту игру в 120 FPS 1080p Это просто праздник какой-то Но эти люди никогда не перестанут ворчать Их главное оружие это скриншоты Рэчета и Кленка Смотри какая там классная шерсть Геймплей, ощущения от игры Всё это абсолютно не важно Главное это показать своё превосходство хоть в чём-то Хотя у меня есть с этим небольшая проблема Дело в том, что Halo Infinite будет доступен всем владельцам ПК Консолей нового поколения, консолей старого поколения Всем кроме владельцев PlayStation И у PlayStation с самого начала поколения PlayStation 4 Нет ни одного мультиплеерного шутера Они буквально пытаются просто повторить успех Last of Us Создавая одни и те же игры от третьего лица с видом со спины Но рынок мультиплеерных шутеров для Sony просто мёртв Всё что они могут это покупать один бесполезный эксклюзивный режим в Call of Duty один раз в году И в то время как люди с Xbox и ПК будут играть вместе по кроссплею с кросспрогрессией Наслаждаясь компанией друг друга Единственные кто будут в стороне это владельцы PlayStation Это очень грустно Я очень надеюсь что Джим Райан договорится с Филом Спенсером и на PlayStation появится геймпасс Чтобы мы наконец-то смогли поиграть все вместе Хотя знаю политику Sony относительно кроссплея За который они требуют от разработчиков дополнительные деньги И я сомневаюсь что такое светлое будущее когда-нибудь настанет Но зато пока все играют в Halo ты можешь перепройти Last of Us в десятый раз Ведь это такая гениальная игра Вот почему они вот потому что Крейг это был мемом блять мемом той презентации Хэла Вот почему они эту тему не развили почему они не показали нам Крейга Почему они не показали вот вот смотрите теперь Крейг у нас выглядит так Мы не зря год дорабатывали игру да Чисто по приколу это было бы у людей бы вызвало бы эту улыбку вот Многие бы простилось бы компании Microsoft Ну нет блять с Крейгом они тему просрали А я очень хотел я думаю все таки что они сделают отсылку Крейгу Все таки ну потому что это мем Они все прекрасно в Xbox это понимали в Microsoft Крейга просрали Показали нам какую-то там крюк-кошку что у Мистера Чифа что там летает что-то такое И показали нам ну как игрового процесса самого Этой самой игры нам нихуя не показали Нам потом показали вот показали небольшой ролик Что он там где-то там вон один Там картаны нету там какая-то другая баба получается Ну вроде бы по чему-же то есть играть там картана вроде бы как-то Что-то с ней там такое случилось Что-то невнятное что-то из баскобил это не то Вот этого искусственного интеллекта Вот я говорю вот в этом плане она опять Это перестаньте я понимаю у вас на эмоциях вы посмотрели Я вот сейчас посмотрел эту презентацию да Получается немножечко остыл сходил покурил кофейку попил Пришел себя и вот сейчас вам как и есть на духу и рассказываю Ооо Хэлло выглядит потрясающе Хуйня из-под коня Вы год делали блять доделывали эту игру Покажите мне блять нормальное Хэлло Инфинит Это один из самых главных ваших эксклюзивов Не Старфилд блять Они смотри они даже Хэлло Инфинит не вперед поставили Не самое начало Ну ладно хуй с ним не порчили Старфилда Они где-то в середину его блять впихнули понимаешь Этот ёбаный огрызок Про что я и говорил в своих роликах А вы блять билибой со мной спорили кто смотрит Майкрософте ничем не обязан дорогой друг Изначально было ясно что будет презентация мультиплеера И на следующий день была назначена еще одна отдельная презентация В которой подробнее рассказывали про мультиплеер Очевидно что они покажут сюжетную кампанию позже И нам показали игровой процесс Это игровой процесс мультиплеера И он выглядит шикарно Он веселый Столько объектов Столько интересных вещей которые можно делать Чувак кидает гранату под меч Меч подлетает Он берет его Убивает другого чувака Все эти приколы с крюком кошкой Которой можно подтягивать к себе оружие Или подтягиваться на разную технику И забирать ее у противника И все эти вещи можно понять Только если ты уже играл в какую-то из частей Halo Потому что недавно с подписчиками мы завалились в Halo 3 И это было безумно весело Все эти элементы сэндбокса дают тебе опыт Который ты не можешь получить практически ни в одной другой игре Но все что волнует этих людей Это то насколько похорошела графика При том что она действительно визуально намного лучше Модели спартанцев Локации Все это выглядит шикарно Но я думаю что эти люди никогда не смогут принять факт того Что Halo Infinite это нормальная игра Ведь они уже привыкли делать дешевые шутки за ее счет Спорили я говорю что с Xbox, с геймпасом с этим Они пошли Нам потом я сейчас немножко торгусь Потом показывали нам демонстрацию якобы мультиплеера Мультиплеер графика всратая Все всратая И очень много разных скинов Мордочки разные там якобы шлемы Вот это с японской получается Вот этих вот сеглопарми Понимаешь Это блять они будут монетизировать Они будут продавать вам скинчики Для этого мультиплеера 100% Графика всратая Но графика наверное для того всратая Чтобы якобы сдержать свое обещание Чтобы на Xbox Series S Эта игра выдавала более чем 100 кадров в секунду Как они обещали 120 Ну сами понимаете Блять 120 кадров в секунду И вы получите вот такой вот кусок я не знаю Некрасивой игры Я считаю вот тут они обосрались Они второй раз обосрались с Halo Это уже непростительная компания Microsoft Это теперь блять точно Они накупили сколько там 25 Или сколько студий да А толку блять от этого Вот у меня Это вот самое главное Апсер их этой конференции Это блять это Halo Что они блять показали Насколько он сратый Что он изменился Ну может быть текстурочка Ну там это говно Это хуйня Это мультиплеерная забава блять Они даже побоялись Они не показали нам игровой процесс Блять как таковой Они показали ролики где он летит и все Говорю а игру покажите Как она изменилась Покажите мне этот блять ебаный открытый мир Как он поднимается там да Есть ли остались ли вот эти вот загрузки Блять прямо вот на лету блять Ты видишь что блять Гора стоит в кусок говна Бац 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 На нее текстурки прилипают Понимаешь Что они блять прогружаются Нам этого не показали Это в общем блять огромные вопросы задают Пацаны не будьте говноедами Вы задумайтесь блять Ну опять нам показали Что нам показали все обсратые В 100% там будут скинчики продаваться Оружие Какие то еще Вот стопудово будут боевые пропуска Вот попомните мое слово Потому что еще раз говорю Что XGO XBO 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 Это геймпасс нужно чем то наполнять А никто вам блять Наполняет за 800 рублей Что вы платите в месяц Не будет triple A Какими то блять играми Супер свет дорогими Крутыми сюжетными Потому что блять Это стоит очень много времени А с вас вот сколько платит Сколько и получится Как говорится Вот сколько заплатил Сколько и получил Вот и опять они Ничем не удивили Неужели вы как вот Если вы смотрите с меня Билибой до этого момента Неужели вам вот Окей сейчас я буду Немного несправедлив Потому что информация По поводу всего этого Появилась уже позже Того как он выпустил свое видео Но как раз таки Во втором стриме В котором рассказывали Про мультиплеер Они коснулись Момента монетизации И да Скин самурая Который мы видим в игре Будет абсолютно бесплатным Большая часть контента Будет зарабатываться Именно за достижения В самой игре Батл пасс действительно появится Но это будет Самая добрая система Батл пассов Которую когда-либо видел Когда ты покупаешь себе Батл пасс Его никто у тебя не отберет Нет никакого срока годности Выполняй его В свое удовольствие Сколько захочешь И даже когда выйдет Следующий батл пасс Можно будет купить предыдущий Так что ты не потеряешь Никакой контент Тебя не заставляют Покупать что-то Прямо срочно сейчас Контент всегда доступен При этом не будет Никаких лутбоксов Или системы Получения случайного Снаряжения Все максимально прозрачно И все это ведет К очень расширенной Системе кастомизации Которая доступна в Хейло инфинит Можно менять своего Спартанца как угодно Ставить ему любой шлем Наплечники Сапоги Что угодно И это действительно Офигенно Потому что можно сделать Спартанца Именно таким Каким ты его хочешь видеть И я понимаю Что эта информация Вышла уже после видео Которое сделал Иванов Но то ярое стремление Доказать нам Что все это будет Донатная помойка Что геймпасс Не окупается Если не делать Какую-то жесткую Монетизацию в игре Просто потому что Это игра для иксбокса Именно поэтому Он считает Что там должна быть Плохая монетизация Мне отвратительны Эти предрассудки Нам показывают Действительно Классную игру Которую при этом Будут давать Еще и бесплатно Весь мультиплеер Halo Infinite Будет бесплатным Даже не по геймпассу Никаких барьеров Для игры ПК и консоль Играют вместе Можно переносить прогресс С одной платформы На другую Все просто идеально Но даже здесь Фанат Sony Найдет о чем повонять Как бы ни старалась Майкрософт Этим людям Никогда не угодить Все нам показали Forza Horizon 5 Вот Это прекрасный Я считаю Симулятор аркадных гонок Почему бы и нет Но почему-то разработчики На этой презентации Напирали именно на графику Не на Может быть то Как они как-то изменили Физику в вождении автомобиля Что можно подсоединить Руль, педали Все как положено И прямо вот Они прокачали физическую модель Что можно прямо Ну На серьезных щах Погонять Вот этот автомобильный Якобы аркадный симулятор Вот Или там я не знаю Как разрушение показали Или как машинки бьются Ну вот Они нам Они напирали почему-то Смотрите Вот стоит кактус А у этого кактуса Видите вот иголочки И они в таком вот HD качестве Что мама не горюй Понимаешь В натуре блять Я думаю я смотрел это Да красивая игра Да прикольная Да ну Очень красивая на самом деле Но Вы мне рассказываете Про эти иголки блять Когда я буду ехать На машинках блять Не меньше 150 км в час Я буду останавливаться И смотреть на эти иголки Вы гоните Вы рассказываете про камни какие Они снимали в качестве 12к И короче как-то Ужимали эти текстуры И делали вот эти камни Пейзажи Вот супер пупер там Какой-то графики Да это прелестно Но нахуй мне блять На эти камни рассматривать Как я и говорил Этому человеку Буквально не угодить В Halo Infinite Ему очень нужно было Посмотреть на графику Это было архиважно А когда ему начали Показывать графику Forza Horizon То внезапно Графика уже не так важна Покажите мне геймплей И дело в том Что Halo это тоже Довольно быстрая игра Там постоянно происходит Хаос с машинами Взрывами и прочим И ты очень редко Будешь смотреть на текстуры Но это же Halo Infinite Наш любимый Козёл отпущения В общем если честно Мне довольно сложно Смотреть это видео дальше Потому что он найдёт Способ докопаться Буквально к каждой игре По любому поводу Давайте остановимся На этом моменте И пойдём почитать Что пишут люди в твиттере Stalker 2 была лучшей игрой На Е3 от Xbox Выглядит замечательно Не могу дождаться Чтобы поиграть в неё На своей PS5 Через 3 месяца После релиза Forza Horizon 5 Без ретрейсингов 30 фпс Никаких оправданий Gran Turismo 7 Выглядит намного лучше И в ней есть ретрейсинг PlayStation 5 Это дом для лучших игр С ретрейсингом На консолях Нового поколения Докажите что я не прав Xbox E3 Была лучше чем ничего Но я не увидел Силу 12 тарафлопс На Xbox Series X Единственное что они сделали Это оправдали цену Геймпасса Игры от Sony Будут соревноваться Только между собой Halo Infinite На мощном ПК Против Killzone Shadow Fall На PS4 Pro Люди говорят что Sony нужно было на E3 Но State of Play посмотрело Больше людей чем E3 И презентацию Xbox Вместе взятые Более чем в 3 раза Sony знает что делает Возможно я не прав в цифрах Но смотря на это Sony доминирует в цифровом пространстве Геймеры больше ждут Одну игру для PlayStation Чем 27 игр на Xbox Которые были показаны на презентации Это грустно Horizon Forbidden West Дала геймерам тот вау эффект Которого они ждали На PS5 уже есть графика Качество CGI С ретрейсингом В 60 FPS Не стоит злиться И выдумывать чушь Потому что Игра от внутренних студий PS5 лучше чем Игра от внутренних студий На серии SX Каждый раз Когда Xbox пытается Соперничать с PS5 Это делается за счет FPS или ретрейсинга В общем Гайз Все как обычно Сравнение Количества просмотров Презентации PlayStation С презентациями Xbox Из которых выводится То что PlayStation Действительно уже победила Скидывание Скриншотов Речта и Кленка Который является Огромным достижением В графике Подшучивание Над графикой Halo Infinite И вообще Все игры от Xbox Не особо интересны Они просто забивают Game Pass Какой-то мелочевкой Вообще Забавно смотреть Как люди Которые купили себе Консоль Выпендриваются Графикой По сравнению С другой консолью Типа Блин Гайз Круто У вас есть ретрейсинг Молодцы А в Forze Horizon Не будет ретрейсинга Но это все еще Очень красивая игра Действительно Gran Turismo 7 Будет намного лучше Как гоночный симулятор По сравнению С Forze Horizon 5 Но ведь там будет ретрейсинг Только вот Когда выйдет Gran Turismo 7 Не особо ясно Да Вы обязательно Поиграете в Сталкер 2 На PS5 Спустя 3 месяца После релиза Ведь в это Так хочется верить Ведь эти люди Не могут просто Принять Что кому-то Нравятся игры Которые показала Иксбокс Им обязательно Нужно начать Сравнивать их С эксклюзивами Плейстейшн Ведь это Единственная Возможность Как-то оправдать Тот факт Что они не смогут Поиграть в Какие-то из этих игр Это последний Бастион защиты Срочно Несите Скриншоты Речета и Кленка Смотрите Какая она красивая Ваши игры Ничто По сравнению С этим Как же Жалко Это выглядит Ну а все остальные Могут радоваться Тому что в ближайшее время У нас выйдет Очень много Классных игр Поздравляю вас Гайс И сегодня вечером Будет новая презентация Иксбокса Она будет не такая Большая Они будут углубляться В игры Которые выйдут В ближайшее время Так что давайте Посмотрим ее вместе Презентация начинается В 20.00 По московскому времени А я начну стрим В 19.00 Стрим будет прямо Здесь на ютубе Так что вам будет Сложно его пропустить Ну что ж На этом все Спасибо вам всем За просмотр Вы прекрасные ребята Обязательно подписывайтесь На канал И ставьте лайк И также пишите В комментариях Возможно именно Благодаря этой презентации Вы подумали о том Чтобы оформить себе Геймпасс Или возможно Даже купить себе Иксбокс Было бы интересно Узнать что вы думаете Об этом Я буду читать все Комментарии В течении часа После публикации видео Так что да Увидимся в комментариях И также увидимся Сегодня на стриме Всем пока С вами был Дэдпи-47 Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok